Айти и учитель. Как технологии изменили методы обучения в современном мире? Что, в свою очередь, предлагают отечественные платформы для онлайн-обучения? Почему так важен цифровой этикет при дистанционном формате? Об этом и не только в программе «Цифровой Казахстан». Мольдер Махсоткозе – учитель уже в третьем поколении. Общий педагогический старший семьи составляет почти 70 лет. Из них 10 Мольдер Махсоткозе посвятила обучению школьников английскому языку. Как и ее родители, она никогда не сомневалась в выборе профессии. Этот путь она считает своим призванием. Все должно идти с глубины души. То есть должно быть призвание к учительству. Я выросла на этом. Мне очень нравится работать в начальной школе. Дети, они искренние. То есть они на тебя смотрят, и они такие чистые. И все, что ты им даешь, они это все вбирают в себя. И ты взращиваешь такого, уже личность взращиваешь. И вот этот процесс, когда ты видишь, что твои труды не ушли напрасно, это вообще вдохновляет. Невозможно учить другого, если не учишься сам. Поэтому главный принцип Мольдер Махсоткозы – образование на протяжении всей жизни. Работу со школой она совмещает с обучением на магистратуре в Назарбаев университете по специальности «Лидерство в образовании». На протяжении этих 10 лет не было, наверное, месяца, чтобы я не ходила на какие-то курсы, не повышалась. Я не жалела денег. Получается, все те сертификаты, которые я получила, они все международные. Очень много конкурсов, в которых я участвовала. Это «Лидер педагог». В прошлом году я участвовала, взяла республиканский конкурс «Первое место». То есть ученики у меня, хотя и это начальная школа, мы стараемся все-таки участвовать на всяких различных областных, республиканских конкурсах. Бывает иногда и на международные конкурсы выходим. Своих начинающих коллег Мольдер Махсоткозы призывает не бояться проявлять инициативу, делать смелые шаги. Выбрав эту профессию, нужно быть готовым к встречающимся трудностям на пути. Резко свои коррективы в процесс обучения внесла пандемия с последующим за ней дистанционным форматом. Нам быстро пришлось обучаться всяким новым приложениям, через которые мы могли передать нашим ученикам качественный контент, который не будет уступать офлайн формату. С другой стороны, нам очень помогло то, что до этого, до пандемии, если брать контекст нашей школы, мы уже работали с сервисами Google, мы записывали видеоуроки через ScreenCastify, мы практиковали метод Flipped Classroom, это когда ученики уже до урока просматривают записанные видеоуроки, приходят на урок, мы здесь больше обсуждаем и уже больше времени проводим над практическими упражнениями, нежели полурока или 10-15 минут уже бы объясняли. Здесь уже работаем над недопонятными моментами во время, когда они просматривают видеоуроки. С дистанционным форматом обучения педагогам пришлось не только переделывать свои планы уроков, но и меняться самим, становиться друзьями с информационными технологиями. Современному учителю нужно всегда быть на одной волне со своими учениками. На данный момент, например, даже при том, что мы перешли на офлайн формат, например, у нас проект на работе проходит онлайн, ученики записывают свои проекты, например, у нас была тема «My favorite dish», это мое любимое блюдо, они записывали видеорецепты, загружали на портал у нас онлайн, где мы работаем. То есть сейчас IT и преподавательство, они идут нога в ногу. В план урока теперь учителя включают и использование цифровых технологий. Без различных приложений и платформ занятия уже не так интересно учащимся, как это было, к примеру, пять лет назад. В этом с Мольдермахсоткоза согласны и другие специалисты. Применение технологии в своей практике – обязательное условие для современного учителя. В подмогу свой контент и технологичные возможности предлагают разработчики образовательного сервиса «Онлайн МикТеп». Мы говорим, что это такое уникальное решение, которое помогает не только учителю в плане подбора дополнительного материала для обучения, где есть адаптированные интересные тексты, где предоставлены уровневые задания. Мы говорим еще о сервисе, который помогает учителям выполнять такую рутинную работу, как статистика наблюдения за результатами выполнения заданий, как предоставление домашних заданий. Учитель может домашние задания разработать, отправить ученикам и увидеть сразу же мониторинг по выполнению. «Онлайн МикТеп» – это также платформа и для школьников. На сайте и в мобильном приложении сервиса учащимся с 1 по 11 классы доступны 24 тысячи видеоуроков по 37 предметам. Все материалы прошли экспертизу Министерства образования и науки. В каждом есть теоретическая и практическая части. Используются интерактивные задания и анимация. При разработке этого учебного материала это все учитывалось. То есть та рутинная работа, которая у каждого учителя есть при подготовке к уроку – это найти хороший материал. Например, адаптированные тексты, если это учитель-лингвист. Очень лаконичный, компактный материал, если он готовит к определенному контрольному срезу или экзамену учащихся. Это все есть в целом на платформе «Онлайн МикТеп» по каждому уроку в каждом классе. Поэтому один момент – контент. Это то содержание в цифровом формате, которое учитель может использовать как на уроке. Он пришел в школу, перед этим подготовился дома, выбрал определенный урок и проводит его с помощью интерактивной доски, с помощью проектора доски, где учащимся на более понятном, интересном формате, например, визуальном, где видео 3 минуты всего длится, объясняется определенный сложный материал. В целом, учителя положительно оценивают работу платформы. «Онлайн МикТеп» отлично подходит для дополнительных занятий учеников. «Онлайн МикТеп» – отличный контент для индивидуальной работы ученика, потому что ученик уже может просмотреть тот же видеоконтент, который они уже сняли, готовый, через учителей, которые уже во время пандемии были подключены к этому. Также выполняют задания там же. Это очень удобно, потому что нам не приходится, как учителям, проверять. Это все уже там проверенные задания, и ты видишь прогресс ученика моментально. Пока единственный минус отечественных платформ, отмечают учителя, – это технические неполадки. Сбои во время стримингов мешают вести занятия. По поводу «Онлайн МикТеп» – очень интересная платформа для детей, особенно упражнения очень нравятся. Единственное, у нас бывают моменты, когда во время онлайн-урока, во время стриминга ученики иногда не слышат учителей, или учители иногда не слышат учеников. Это мы проверили несколько раз, может быть, мы думали, это из-за интернета. На самом деле нет, мы просто не слышали друг друга. То есть учителя не слышали учеников, ученики не слышали учителей. То же самое касается и второго популярного образовательного сервиса в стране – «Кунделек Кейзет». Здесь неполадки бывают во время большого наплыва пользователей, к примеру, когда выставляются суммативные оценки. Поэтому педагоги просят разработчиков проверить качество видеосвязи. Обращаются учителя и к родителям. Здесь они говорят о необходимости соблюдать цифровой этикет, особенно во время дистанционного обучения детей. Хочется, конечно, во время именно онлайн-уроков, чтобы родители предоставляли условия, все условия для того, чтобы мы могли протранслировать свои знания и добиться хорошего результата во время онлайн, такого же, как мы обучаем, например, во время оффлайн-уроков. Хочется, чтобы родители соблюдали действительно этикеты онлайн-урока, чтобы учили детей. Так как я все-таки преподаю в начальной школе, все-таки дети еще не приучены вовремя выключать микрофон, включать камеру. Конечно, когда камера у ребенка отключена, все-таки ты не можешь проследить, он прослушал ли материал, нет. Помощь родителей здесь очень важна. Сложности при дистанционном обучении возникают не только в этом. У некоторых учеников нет своего личного пространства, чтобы в комфорте подключаться к уроку. Вы знаете, у нас зима не такая теплая. Например, я знаю кейсов, когда один ребенок в поисках пространства, он временами выходил на балкон, чтобы было ему комфортно во время онлайн-урока. Конечно, чтобы не было таких моментов, нам желательно лучше проводить уроки в оффлайн-формате. Ученик, родители и педагог, те, кто находятся в этом треугольнике, должны тесно взаимодействовать друг с другом. Родители отвечают за условия, учителя помогают получать ребенку знания. При такой поддержке он обязательно будет показывать хорошие результаты. В свою очередь, IT-технологии в этом процессе выступают помощниками. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин